В лесу, в Хаджавенском районе, была обнаружена противопехотная мина, установленная на дереве. Вооруженные силы Армении, проиграв на поле боя, установили большое количество мин-ловушек. Противопехотная мина Мон-100, установленная на дереве в Хаджавенском районе, относится к типу разрывных мин, дальность разлета убойных осколков которых составляет 100-160 метров. Общий вес мины составляет 5 килограммов, два из которых – это взрывчатое вещество. Противопехотные мины используются против живой силы. Разрывные мины типа Мон-100 предназначены для массового уничтожения живой силы, отмечается в сообщении. Чего добивается армянская сторона? Почему они не хотят мира? Кавказское бюро обратилось за комментарием к доценту кафедры политологии и социологии Реу имени Плеханова, члену экспертного совета Организации офицеры России Александру Перинджиеву. Вне зависимости от того, как формируется и далее будет формироваться общественное мнение в Армении по поводу мира или войны с официальным боком, с армянской стороны уже сформированы субъекты, которые ведут и будут вести в дальнейшем диверсионно-террористическую войну против Азербайджанской республики. И прежде всего, конечно же, на западных территориях Азербайджана, недавно освобожденных под оккупацию официального Еревана. По сути, выполняется заказ реваншистских сил, находящихся как в самой Армении, так и в других странах, на ведение войны, но уже диверсионными и террористическими методами. Данные методы почти всегда использует заведомо слабая сторона в военном отношении против сильной стороны. К сожалению, надо признать, сама эта проблема для Азербайджана не рассосерца. В данном случае против официального боку и граждан республики ведется необъявленная теневая скрытая война. Азербайджанским силовым структурам, да и всему Азербайджанскому гражданскому обществу западных территорий придется овладевать методами эффективного противодействия диверсионной и террористической деятельности со стороны так называемых соседей. И речь идет не только о силовых, но и о политических, дипломатических, государственно-управленческих и информационных методах ведения такой весьма кропотливой работы в сфере обеспечения национальной безопасности Азербайджанской республики. Спасибо за внимание.